Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Давай. Девушки отдыхают. 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 другая обстановка. Здесь ребята стреляют на вылет. Все спортсмены имеют примерно равный уровень навыка стрельбы. Уверенно настроенный Асали Мухамеджанов из Казахстана первым выбыл из соревновательной гонки. Показала хорошие результаты Республика Армения. Поначалу вырвавшийся вперед фаворит соревнований. Давид Хачатрян занял в финале шестое место. Нешуточная борьба сложилась у тройки лидеров. Двух представителей из Якутии и стрелка из Сибирского федерального округа. В итоге победу одержал самый юный участник соревнований, уроженец Алтайского края Иван Кормышев. Для него это первая серьезная победа, которую он посвятил своему тренеру. Юноша настроен серьезно. Он продолжит свою спортивную карьеру. В отличие от многих других видов спорта, в пулевой стрельбе спортсмену приходится в первую очередь проводить поединок с самим собой. Поэтому наиболее успешных стрелков отличает высокое самообладание и выдержка, что и показали финальные соревнования. Надежда Саханская, Степан Атастыров. Оказывается, не только счастье любит тишину, но и шахматы. В этой битве умов даже маленький посторонний шорох может стоить игроку победы. Настал финальный день. В зале стоит напряженная тишина. Нельзя громко разговаривать, воспользоваться телефоном. Дальше кажется, как будто слышно, как думают шахматисты. Самый юный шахматистки всего 10 лет. Десятилетняя балестинка Сидер Ранда в некоторых раундах хорошо себя показала. Но более опытные соперники не дали ей шансов на победу. Всего за медали соревновались юноши и девушки из семи стран. По мнению экспертов, турнир получился напряженным и представительным. Турнир мне очень понравился. Встретилась с сильными соперницами. Конечно, не все удалось. Можно было выступить лучше. Уезжаю без медалей. Но эти игры стали для меня прекрасным опытом. В Якутии мне понравилось. Культура народа Саха чем-то похожа на монгольскую. 19 юноши, 15 девушек вели, скажем так, ожесточенные бои на черно-белых клетках. Каждый день с 10 часов. Не было такого, что за тур до финиша, за два до финиша, как часто говорят. Это говорит о том, что состав достаточно плотный и борьба была непредсказуема. Вот вчера, допустим, в восьмом туре на фоне бесспорного лидерства две девушки, имеющие по 6,5-7, дружно проиграли. Соответственно, борьба обострилась. Игры проводились в формате личного турнира по швейцарской системе в 9 кругов. Среди юношей одержал победу Аллен Петухов из Казахстана. А лучшей среди девушек стала Диана Хафизова из Москвы. После сложных умственных баталий на яркие эмоции после победы сил у ребят уже не осталось. Ну, я не ожидал, конечно, что я займу первое место, но по воле судьбы так получилось последнюю партию выиграть как-то. Вот последний тур был самый напряженный, самый трудный, потому что очень много надо было считать в конце, но в итоге удалось. Эти соревнования очень сильны по уровню, потому что все соперницы были достойными. Ни с кем нельзя было играть, ну, так расслабленно. В каждой партии нужно было напрячься, чтобы победить. Уверена, игры «Дети Азии» для многих шахматистов стали хорошей практикой и ступенью к еще большим победам. Дайя Барашкова, Станислав Потапов, Радомир Сергеев. Во многих случаях лучникам с погодой не везет. Как говорится, то дождь, то снег и ветер. Сегодня порывы ветра достигали до 15 метров в секунду. Так что спортсмены боролись не только друг с другом, но и с тяжелыми погодными условиями. Ветер бушевал и сметал все на своем пути, оборудование, ограждение, конструкции. Зато на трибунах царила особенная атмосфера. Первыми на огневой рубеж вышли личники. Финальная встреча среди юношей выдалась весьма драматичной. Судьбу медали решили миллиметры. Мог выиграть каждый, но госпожа Фортуна была на стороне мастера спорта России Максима Малафеева из Свердловской области. Откуда родом участник трех олимпиад, призер игр Ксения Перова. В итоге у уральцев две золотые медали в личных спаррингах и бронзе в миксте. У меня была пустая голова, честно. Я смотрел только на флажки и на время, пережидая вот такие же сильные порывы. Якутским спортсменам не удалось выйти в финальную часть в личном зачете, но в миксте сошлись два лидера республики Владимир Ким и Кристина Дрозд. С такими болельщиками они не имели права проигрывать и не оставили никаких шансов соперникам из Сибири. В первую очередь, чтобы победить в команде, надо друг с другом наладить общение и быть как семья. То есть, когда стреляете в микс, надо быть как брат и сестра, когда стреляете в команду, надо быть как братья. Мы все очень близки друг к другу, мы знаем друг друга долгие годы, поэтому у нас это легко получилось. И мы хорошо настроились на финалы и смогли выиграть долгожданную медаль. На прошлых играх «Дети Азии» во Владивостоке сборная республики осталась без медалей. Но в Якутске родные стены помогли. И даже ветер стихал при стрельбе. У команды золото в миксте и бронза в команде девушек. Вступление всей команды в командах поделяется обычно, но то, что у нас в миксе и золото, это уже порадует, конечно. Да, у нас сборы вообще прошлого года начались с «Алдана», с «Горного», а потом мы нынче ездили в апреле в Кыргызстан, Казахстан. И вот последние финальные сборы у нас прошли в «Шоэме». Сборная ДФО прошла боевое крещение. Таким составом они выступили впервые. Команда сформировалась в апреле после отборочных соревнований. Юноши выложились на все сто и домой увезут золотые медали. Сегодня победил тот, кто больше подготовлен к суровым условиям и кто больше удачливый. Прекрасное соревнование, организация на высшем уровне. Все очень красиво, мне нравится. Силий, сила делает красиво! На этом стрельба из лука завершается. На следующих стартах на стадионе «Юность» приедут другие дети. А итог восьмых игр уже история. Может быть, мы еще услышим эти имена на мировых аренах. Как показала практика, таких случаев много. Ведь дети Азии – начало будущих побед. Дергена Егорова, Вадим Барашков, Стас Потапов. Максим, смотри, как могу. Вау, как классно! А вот еще. Хоп, хоп, хоп! Ничего себе! Где ты успел научиться таким потрясающим танцевальным пахом? А это, Максим, я посмотрела финал по брейкингу и вдохновилась. Надо и мне посмотреть. Видимо, в этом танцевальном виде спорта они такое могут. Да! Брейкинг – это не только спорт, но и творчество. Чего только не делают участники самого молодого олимпийского вида спорта. Это и стойки, и вращения, как самые настоящие гимнасты. И при всем этом нужно чувствовать ритм и попадать в бит. А поскольку музыкальные треки здесь ставят диджей, соперникам нужно слушать и моментально адаптироваться. Это, наверное, главное, на что смотрят судьи. А сколько танцор может приспособить свой арсенал движений к музыке и настроению, которое она создает. Как правило, это самые захватывающие мгновения. Кайфую от музыки. То есть, кто-то танцует, как робот. Но мне больше нравится слушать музыку, кайфовать. И в этот момент прокручивать движения, которые мы будем делать. Мы получаем удовольствие и тем самым вот выигрываем. В отличие от других видов спорта, где судьи выставляют оценки, брейкеры определяют лучших в формате баттлов 1 на 1 или 2 на 2. Судьи в брейкинге, что интересно, всегда нечетное количество. Ставят они не баллы, а перемещают бегунок на экране специального устройства в сторону того участника, которого сочли лучшим. Брейкинг, пожалуй, единственный вид спорта, где нет требований к одежде. Самое главное, чтобы она была комфортной и помогала чувствовать себя уверенно. Уверенность участникам придает еще и то, что брейкинг не только спорт, но и стиль их жизни, и любимое хобби. Спортивный брейк, уличный брейк – это все одно и то же, все одни и те же люди. Он отличаться не может. Здесь просто другая площадка. На улице можно танцевать на куске линолеума. Здесь у нас есть сцена, есть классный танцпол, есть диджей, есть ведущий. Ну, разница только в этом, а так, ну, только по организационным вопросам. Но все же есть в спортивном брейкинге критерии судейства. Физические качества, оригинальность и музыкальность. Плюс к этому важно уметь показать лучшую версию себя. Если судить по этим параметрам и выставлять оценки, то, соответственно, картина довольно-таки ясная. Вот и все. Поэтому каждый, говорю, находит в брейке, видимо, что-то свое. Такое часто бывает. И это не первая история и не последняя. Поэтому, как бы, творчество судить в целом всегда объективно, всегда сложно. И у каждого своя картина этого мира и этого танца. Лично я думаю, то, что мы взяли раунд, но судьи решили сегодня по-другому. Нам сегодня просто не повезло, мне кажется, в этом плане. А в целом работа была проведена как следует. Ну, и ребята выступили, как мы и планировали. Просто не повезло сегодня нам просто. По итогам финального дня третьими стали спортсмены Дальнего Востока. Второе место у москвичей. А абсолютные чемпионы – Данила и Амелия из Сибирского федерального округа. Настроено жестко. Ты как настроен? Нормально. Ну, ты вчера говорила, иногда везет, иногда не везет. Вот, вот сегодня что, как? Сегодня мы просто настроились и повезло. А как настраиваетесь? Дисклый или специальный? Тренировка. Мотивацию подняли нам вчера. Тренер. Тренер. Спонтанность, атлетизм и творчество создают уникальный вид спорта. Зрелищный и с высокой конкуренцией. Напомним, что на олимпийском уровне его впервые можно будет увидеть в Париже в августе этого года. Катерина Винокурова, Георгий Григорьев. Игры «Дети Азии» – это невероятный турнир, который раздвигает границы. Здесь можно увидеть национальные игры разных стран. Например, по традиции уже много лет проходят соревнования по якутским прыжкам и перетягиванию палки, масс-рестлингу. А с этого года юные атлеты могут попробовать свои силы и в кыргызском единоборстве «Алыш». Семь пар финалистов вступили в борьбу. Судья объявляет команду «Алыш» и соревнования начинаются. В весовой категории 50 килограмм звание чемпиона получает представитель родины борьбы «Алыш» Республики Кыргызстан. А поединок спортсменов в весе в 70 килограмм длится всего несколько секунд. Решающий бросок и золотая медаль пополняют копилку сборной Пакистана. Я очень рад, что мне удалось победить, стать чемпионом и завоевать золотую медаль для своей команды. Спасибо тренеру и всем, кто за меня болел и поддерживал все это время. С техническим превосходством заканчивается схватка между борцами из Казахстана и Азербайджана в пользу спортсмена из Казахстана. Я думал, что будет сложно, но как-то все быстро прошло. В женской весовой категории в 45 килограмм с чистым преимуществом побеждает Александра Филиппова. Соперницы не смогли взять ни одного балла. Стоит отметить, что борьбой «Алыш» девушка занимается две недели. Очень упорная, старалась тренироваться как лучше. И у меня все получилось, я очень рада. Борьба проходит только в положении стоя. На протяжении всей схватки нельзя отпускать пояса. Отпустишь руки – получаешь предупреждение. Древние кочевники постоянно соревновались в силе и ловкости. Все кочевники тогда носили пояса. И соперники могли победить, только ухватившись за этот пояс. Главная цель – повалить и тем самым победить своего соперника. Кыргызский вид борьбы на поясах впервые представлен на играх «Дети Азии». Больше всех наград в этом виде спорта завоевали представители Казахстана. Была представлена сильная конкуренция от команд Кыргызстана, Монголии, Азербайджана и республики Саха-Якутия. Ирина Жданова, Радамир Сергеев. Максим, как тебе моя укладка сегодня? Красиво? Так, Арсена, не отвлекай. Максим, куда ты смотришь? Ну как куда? Смотри, сейчас же идут финальные схватки по боксу. Давай, я посмотрю. Давай. Вперед. Да, нелегкая задача – переставить боковым. Судьям, да? В этом бою Алиса Капустина с Урала победила спортсменку из Узбекистана Фарзуну Рузиеву. Сложно поверить, но эта девушка могла бы стать художником. Но сейчас вместо кисти для рисования у нее на руках боксерские перчатки. По иронии судьбы, в бокс чемпионка пришла, чтобы скинуть лишние килограммы. Я очень хотела похудеть, вот, и у меня стоял выбор перед художественной школой и боксом. Но худеть хотела сильно, ну и вот сюда пришла, похудела, ну и пошла как-то дальше, все это заинтересовало. Вот, и теперь я здесь. Сейчас рефери дает последнее наставление, слушать его команды. На ринг вышли юноши весовой категории 54 килограмма. Бой выиграл боксер синего угла Ибрахим Шакержонов из Узбекистана. Это 43-я победа юного боксера из 45 боев. Сложнее всего были поединки на чемпионате республики Узбекистана, так как у нас тоже опытные боксеры есть. И отобраться на этот чемпионат было очень сложно. Из 500 человек забрали 13 человек. Сборная Узбекистана на этих играх фавориты по боксу. А и на оружии узбекских спортсменов тренеры с кубы. Кубинская школа бокса, пожалуй, одна из самых известных в мире. Старший тренер сборной, помимо юношей, готовит спортсменов к Олимпийским играм. Очень доволен, потому что они очень хорошо волшебны. У нас 19 мужских и 10 попали в финал. А девушка 5 и 4 в финале. Это очень хорошо. Конечно, доволен. В финале встретились спортсмены, за плечами которых континентальные турниры. Это победители и призеры различных соревнований. Как вы видите, каждые поединки не уступают по накалу мировым первенствам. Основные соперники Узбекистана – боксеры из Казахстана. У них по итогам первого финального дня шесть медалей. Одну из которых команде принес Тимур Тайбеков, который одержал победу в весе 75 килограмм. Так как я стал чемпионом, новый весовой, новый опыт, новые соперники. Это как-никак поможет мне в дальнейшем для моей профессиональной карьеры. А также моя главная мечта – это поехать на Олимпийские игры в Лондоне. Во втором финальном дне среди девушек пройдут бои в трех, а у юношей в шести весовых категориях. Анна Васильева, Вадим Барашков. Якутская национальная борьба Хабсагай имеет древнюю историю. По преданиям отбирали самых сильных и выносливых мальчиков. Затем отправляли на специальную подготовку для того, чтобы научить премудрость о национальной борьбе. С незапамятных времен Хабсагай развивался вместе с самим народом. Если на ковре сходятся два ловких бойца, схватка может длиться несколько часов. Известны случаи, когда схватки проходили на следующий день. Сейчас схватки проходят на борцовских матах диаметром 10 метров. А раньше они проходили на поляне, поросшей травой. Сейчас Хабсагай давно вышел за рамки Якутии и России. И этот вид спорта признан во всем мире. В особенности этот вид спорта любят и уважают ботеры из Монголии. Ежегодно там проходят чемпионаты и первенства по борьбе. У нас в Монголии действительно очень любят спортивную борьбу. Большое количество спортсменов занимаются традиционной монгольской борьбой. И, конечно же, Хабсагаем. У нас действует своя ассоциация Хабсагая. Я являюсь руководителем. Ну, а в Якутии я уже во второй раз. Однако, никогда еще не видел белых ночей. Красиво. Быстрая скорость ведения схватки и геометрическая точность движений. Борец из Монголии выступил в весовой категории до 45 килограмм. Спортсмен признался, что не понаслышке знает силу якутских борцов. Ведь в Якутии он уже во второй раз. Я рад снова оказаться в Якутии на соревнованиях по Хабсагая. В прошлом году мы были здесь осенью. Тогда на соревнованиях я получил серебряную медаль. Хочу отметить, что в Якутии очень добрые, отзывчивые люди. А спортсмены действительно сильные. Большая физическая сила и выносливость. Спортсмен из Ирана выступил в весовой категории свыше 62 килограмм. Спортивную борьбу в Иране любят не менее. Существует много стилей народной борьбы, которые имеют сходство с современной вольной борьбой и хабсагай. Почти три года я занимаюсь хабсагаем, а еще борьбой кураж. На этих соревнованиях я выступаю по двум этим видам спорта. Однажды я решил узнать, смогу ли я заниматься борьбой хабсагай. Как видите, смог. Раньше о Якутии я знал только то, что здесь очень холодно, и что здесь очень сильные борцы. Благодаря восьмым играм «Дети Азии» спортсмены смогли значительно расширить географию своих выступлений, а также повысить уровень мастерства в ходе соревнований со спортсменами из смежных видов спорта. Навыки и умения, которые они приобрели, бесспорно помогут им в дальнейшем создании спортивной карьеры. Дайана Федорова, Радомир Сергеев, Степан Итостыров. Ну что ж, друзья, с вами были Асена Бурнашова и я, Максим Кардозов. На этом выпуск дневников игр «Дети Азии» подошел к концу. Смотрите нас каждый день и будьте в курсе самых интересных событий. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok